Добрый день, дорогие друзья! С вами Адан Зиндер. Сегодня у нас прохождение долгожданной четвертой демо-версии игры под названием Титами в честь и слова. Эту игру мы уже ждем с 2008 года. То есть это прямо вот такой жесткий, жесткий долгострой в игровой индустрии на сегодняшний день. Есть несколько причин, почему это так. Во-первых, потому что разработкой данной игры занимается командой. Есть несколько причин, у них там 10 градусов, где-то что-либо. Во-вторых, ведущие разработчики данной игры являются прямо искусственными специалистами поиска Титамика. То есть они делают неочередную какую-то левую демо-версию игры. Они прямо воссоздают Титами таким, каким он был в реальной жизни. По крайней мере, на те 98-80-х годов, сколько могут позволить исторические данные на сегодняшний день. В том числе и ранее проведенные археологические изыскания на Дне океана. Ну что ж, начнем прохождение. Я, честно сказать, в интригующем положении, поскольку я уже лет 5 ждал работы в демо-версии. Хотя мы все ждали уже окончательные игры. Но, как оказалось, еще работы над ней много. Демо называется 401, поскольку 401 это непосредственно номер Титамика, то есть это его строительный номер. Учитывая, что данная демо-версия позволяет нам пройтись по многим ранее недоступным помещениям по кораблю, я назовем данное прохождение демо-версии на несколько частей. Сегодня мы постараемся пройти по каютам первого класса. Ну, так скажем, по тем помещениям, которые нам доступны в первом классе. Ну что ж, начнем. Так. Так, X-Bone 401. Прогуляемся для начала днем. Первый класс. Начнем. Вот это купол лестницы первого класса, диаметром чуть ли не 10 метров. То есть это довольно внушающее зрелище было на тот момент. Так. Текстуры, конечно, мне не нравятся. Хотя в настройках я поставил все на максимум. По крайней мере, то, что было в доступе. Ну, все мы знаем вот это помещение. Все те, кто раньше проходили третью демо-версию, да и предыдущие демо-версии. То есть это, по сути, помещение, откуда попадали пассажиры первого класса на корабль. Так. Подойдем-ка к этому электрощитку. Нет. Не стреляет, как в прошлый раз. Жалко. Это было весело. Так. Отсюда пассажиры попадали сразу в помещение под названием ресепшн. Как и в любой гостинице, это помещение, где пассажиры, так скажем, сидели в ожидании, встречались, попивали чаек. Ну и так далее, и так далее. Так. Что у нас здесь? Я заметил, что текстуры очень прямо жестко прогружаются. Мне кажется, что-то здесь не так. То ли разработчики не додумали кое-какие моменты в прогрузке. Потому что предыдущая демо-версия, да, третья, у него была какая-то одна ошибка, да, которую разработчики после, я так понимаю, исправили в обновлении, да. Но здесь посмотрим, что будет, да. Так, 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 так. Я, конечно, все помещения наизусть на Титанике, так скажем, не знаю, по крайней мере, имеется в виду каюты. Поэтому простите меня за исторические, так скажем, неточности, которые пролетят сквозь мой язык. Так, 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 так. Ну, тут понятно все. Так, ну-ка, давайте-ка сюда. Ой, какой-то шумок пошел. Слышите? Это, наверное, котельная, да? Звуки из котельных. Так, там я видел какую-то лестницу. Давайте-ка пройдем вниз. Так, нет, не отсюда. О, мы вернулись обратно. Так, поехали обратно. Угу. Извините за такой скоростной, так скажем, момент. Нам надо по-быстренькому все посмотреть. О, наконец-то. Одна из решеток. Я думаю, все знают фильм Джеймса Кэмерона 1997 года, да? Вот эти решетки их закрывали для того, чтобы пассажиры нижних кают не могли пробраться к шлюпкам, да? Так, давайте-ка начнем отсюда. Давай посмотрим, что здесь у нас. А вы заметили, что здесь? Слышите? Это то ли мячик бросают, или что там, пинг-понговый какой-то залп. Я насколько помню, что какой-то такой теннисный корт какой-то был на Титанике, да? Только я не пойму, почему здесь ни одно помещение не переименовано, ни на одной двери не написано, что это за помещение. Не как в прошлой дымке, да? В предыдущей дымке прямо над каждой дверью было написано, кто здесь проживает и кто остается. То ли это музыканты, то ли это обслуживающий персонал. О, вот-вот-вот-вот. Угу, все понятно. Кстати говоря, очень интересная задумка. Они сделали своего рода отголосок прошлого. Данные пенки. То есть игроков никого нету, да? Но звуки есть. Мне это напоминает одну игру, которая называется, EveryBuddy's Gone to the Lefty. Там такие же моменты были, между прочим. Так. Во. Вы сюда и попали, да? Прямо страшно. Такое ощущение, что в тебя сейчас мячик пролетит, да? Так. Ну, так вот и личное помещение. Крупненькое. Поднимемся врата. Так, 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 так. Так, здесь мы были, да? Значит, давайте спускаться дальше вниз. Ага. О. Я так понимаю, это... Почтовое, да, по-моему, отделение. Да, да, да. Сюда заносили, я так понимаю, почту, телеграмм и так далее, и так далее. Раньше были какие-то пасхалки. Я думаю, в этой демке мы сейчас ничего не увидим, поскольку все размыто. Очень ужасно размыто. Я думаю, никакие настройки ничего не исправят. По-моему, это некое упущение от разработчика. Все-таки четвертая демо-версия. Нужно все-таки механику доработать как положено. Ну, посмотрим. Что нам судить-то? Мы вообще разрабатывать не умеем. Вообще не то, что... Я, конечно, музыкой занимаюсь и знаю кое-какие моменты с программами, звукозаписывающими. Но чтобы вот с видео, конечно, нет. Могу записать какое-то видео сейчас, например, да, и выложить. Все. Это максимум все, что я могу. Ну, попробуйте что-нибудь разработать сами. Хотя бы миниатюрную 2D игру. Я думаю, у вас ничего-то не получится. Так. Ну, короче, здесь вся почта хранилась, да? Это, я так понимаю, одна из переборок. Так, 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 так. Ну, ладненько. Вот это, получается, откос от стены лайнера. То есть это одна стена, там вторая стена. Угу. Это, я так понимаю... Тут, кстати-ка, я так понимаю, лифт был, да? Который спускал почту сюда, да? И поднимал. Ну, короче, что-то в этом духе. Какой-то механизм, да, все-таки. Лифтовый. Я говорю, я все помещения на Титанике прям наизусть не знаю. Некоторые уже узнал, по ходу дела, когда проходил предыдущие демоверсии. Так что строго не судите. Я, конечно, Титаником давно увлекаюсь. Но, чтобы сказать, что наизусть знаю все его помещения, не могу. Так, ладно. Давайте обратно пойдем, посмотрим, что у нас дальше. Аж голова закружилась. Так, ладно. Возвращаемся обратно. Так, вернулись мы опять в ресепшн. Давайте-ка спустимся вниз, посмотрим, что у нас изменилось там. Конечно, вот это... Это у нас, так скажем, кабинка для хранения всех ключей на корабле. Вот этот вид меня поражает. Ну, скажите. А у меня, между прочим, есть и VR-очки. Когда я через VR посмотрел на вот это зрелище, конечно, что-то неописуемое. VR, конечно, тоже пришлось кое-как надыбать. Но оно того стоило. Особенно сразу скажу, что в VR-очках очень хорошо проходить Титаник. Так, ту игру Титаник VR, где мы изучаем непосредственно затонувший лайнер. Это настолько здорово, вы не представляете. Прямо чувствуешь себя вот в одном из аппаратов мир. И ты постепенно начинаешь изучать затонувший лайнер от носа до кармы. То есть это очень-очень, так скажем, завораживающая штука. Посмотрим. Ну, это, понятное дело, решетки. Это лифты. Сюда поднимались, спускались пассажиры третьего класса, я так понимаю. Ладненько, давайте тогда мы сделаем, что сначала спустимся до турецких бань. Посмотрим, что там у нас творится. О, мне кажется, бассейн тоже будет открыт. Видите? Господи, что с текстурами, ребята? Ну, это что такое? Ну, я в настройках уже перекопался, честное слово. Клянусь всеми святыми. Может, если кто-то смог сам что-то перенастроить, скажите, пожалуйста. Потому что я, честно сказать, не понял. Так, вот там, я так понимаю, до сих пор кто-то лежит. Кто это? Это уже не Брюс и Смейка, в прошлый раз. Это кто-то левый. Честно сказать, когда я смотрю вот на вот эту, так скажем, аппаратуру, да, она напоминает мне те боксы, да, которые непосредственно используются для тех, так скажем, пациентов, у которых есть прямо с роду заболевание, своего рода мышечная атрофия. Ну, то есть, их мышцы, по сути дела, не могут функционировать как положено. И, соответственно, своего рода парокамеры даже на сегодняшний день существует, куда пациентов располагают, чтобы, так скажем, поддержать их, так скажем, функциональность всего организма. И, соответственно, очень-очень сильно напоминает. Да, технологии начала 20 века, чтобы вы знали. Так, так-так-так-так-так, что там у нас? О, я так понимаю, это у нас душевые, да? Душевые. А это что у нас? Какое-то... Какое-то солярное оборудование, честно, не скажу. Тут тоже у нас душевые умывальнички, так. О, это продолжение турецких бани, тут у нас есть тоже отдельные, я так понимаю, это уже... Випушки здесь, короче, пассажиры в первом классе сидели после баньки, парились, обсуждали что-то, я так понимаю. Это своего рода уже прям вип-вип зоны, я так понимаю. Могу я ошибаться, так что прошу прощения. Так, ладно, мы туда уже не пойдем. Так, кстати говоря, вот, пожалуйста, яркая картина, на данный момент представленная. Это же водонепроницаемые двери, которые непосредственно запирались, если ушла команда от мостика. Это своего рода водонепроницаемая переборка, которая отделяла турецкие бани от бассейна, который был дальше. Ну, то есть через помещение. Так, погодите-ка. Насколько я знаю, здесь должен быть бассейн. Ребята, можете, пожалуйста, что-нибудь на этот пол сказать? Они что, заперли, что ли, здесь дверцы, или что? Это не открывается, это не открывается. Или это тоже не открывается. Так, это не здесь. Честно сказать, я немножко в недоумении. По сути дела, мы здесь должны попасть в бассейн. Предыдущие дымки, там, по-моему, насколько я помню, была такая прорезь в двери, где можно было взять и посмотреть. То есть, что там есть бассейн. По-моему, через вот эту дверь можно было попасть в бассейн. Но это... О, о, наконец-то! Ура! Ну, это бассейн. А то я уже удивился, как они могли его сделать доступным в демо-версии Британика, да? А сделать недоступным в Титанике. Как-то это было бы нелогично. Насколько я помню, глубина у него 6 метров, вот этого бассейна. То есть, даже при желании у него не утонешь. Как моя жена постоянно говорит, что есть даже слушок, что вода на Титанике досящает. До сих пор в бассейне стоит. Я так понимаю. Да, шутка из себя. Я только не припомню, может кто-то скажет, во время столкновения Титаника бассейн был заполнен или нет. Между прочим, очень много таких нюансов, факторов, которые могли сыграть, так скажем, негативную роль в затоплении. Потому что, скажем, тоже самое можно сказать насчет открытой бортовой двери, так скажем, с правой стороны, так скажем, с правого борта, да? И плюс еще заполненный бассейн, да? То есть, все эти мелкие нюансы, на друг друга наяриваясь, сыграли свою роль неравномерным даже, можно сказать, с отоплением Титаника. Чего можно было бы и избежать. Так, 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 так. Ладно, пойдемте обратно, посмотрим, что тут у нас. Да, мы вернулись обратно. Нам надо подняться наверх, да? Ладно, пошли наверх. Ой-ой-ой, что-то я быстро полетел. Так, здесь у нас все понятно, да? Здесь мы не тратим мужем. Здесь у нас все так же. Так, это, получается, каюты стюардов. Палуба F. Так, пошли наверх, да? Так. Ну? Ну где там эти золотые сим-салабим от Кросси? Или надо выше подняться, я не пойму? Да нет, все верно. Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Ребята, прошу прощения, но почему-то мы не можем попасть на шотландскую дорогу. Скотлинд Рут. Ой, что-то мне не нравится. Что творится в этой демо-версии? Может, еще раз попробуем? Нет, недоступно. Ох, ребята. Потихоньку шо-то мне хочется плакать. Ладно, давайте поднимемся наверх. Сначала посмотрим, что тут у нас. Так. Да, свет как-то очень прямо жестко играется. Бликует периодически. Так-так-тарак-так-так-так-так-так-так-так. Ну, тут, я думаю, все видели уже, все знают, что вот это получается своего рода место казначея на лайнере. То есть здесь сдавались драгоценности, здесь получались телеграммы. Можно было написать что-нибудь там своему другу, отправить. Ну, короче, вот такое вот помещение было. Так. Давайте-ка посмотрим по каютам. Нас уверяли, что многие каюты будут в доступе здесь на лайнере. О! Э-э-э, ребят! О! Наконец-то! Что это было? Это прогрузка текстур была или что? Или опять какая-то фигня? Так, получается, это каюта Штраусов, я так понимаю, да, они здесь со своей женой оставались Так, вы посмотрите, какие кровати, господи, такой уют, прямо в стиле барокко, уют в стиле барокко, конечно, это нечто Так, я не пойму, эта крышка на унитазе, она какая? Деревянная, что ли? Насколько знаю, все унитазы, они должны быть из мрамора в первом классе, да, насколько я помню Или из чего там, я сейчас могу ошибаться тоже Вот мраморный умывальник, я понимаю Видите, сколько вентилей надо было перекрутить, чтобы открыть воду в ванной Да, это обогреватель, я так понимаю Ну, здесь, конечно, есть некие вопросы, что это деревянная, так скажем, подставка, да, под мягкое место Так, здесь у нас полуоткрытая дверь, не знаю, зачем она полуоткрытая, можно было бы и открыть Ой, господи Вы, по сути, смотрите, да Даже вот, насколько я помню, в фильме Джеймса Кэмерона, да Эта каюта, как будто она была бы, была даже крупнее, да Здесь она как будто такая прям миниатюрная-миниатюрная, но насколько она изысканная, да Каминчик со всеми своими нюансами, да Я помню, как Джеймс Кэмерон, когда они отпускались к Титанику в 2005 году, он как был ошарашен, когда увидел вот этот каминчик со всеми вот этими балюстрадами, да И то, что часы еще оставились на каминчике, да Ну, конечно, самое примечательное, что можно было бы глянуть время, какое было указано на этих часах Но, к сожалению, им это не удалось, потому что все заросло илом, насколько я помню Так, дальше пошли Тут у нас не попасть Так, дальше пошли Закрыто, закрыто, закрыто Все закрыто Ребята, ну что это такое? Я аж плакать хочу Тут какой-то просвет, видите? Фиолетово какой-то, зеленый, не поймем, что это Так не должно быть Реально, да, по сути, для вот этой демо-версии, для прохождения этой демо-версии О, смотрите, это что? Ребята, мне кажется, мы нашли баг Мне кажется, вот то, что мы видим, да, вот эти светящиеся, так скажем, овалы внизу, да, круги Это, скорее всего, иллюминаторы Которые светят наружу И вон, видите, какая-то кликующая линия Да, баг Баги, баги, баги Да, думаю, все-таки для данной демо-версии нужно помощнее компьютер По крайней мере, видеокарта должна быть мощной Я, конечно, обновил свой компьютер в прошлом году Специально для того, чтобы пройти И сюда попасть не можем Ну, что это такое? Ну, ребята, ну, и как это понимать? Открываешь дверь каюты, чтобы не было возможности попасть внутрь Ну, честно сказать, ребят Руки на себя наложить охота, клянусь Не досказал Получается, специально компьютер обновил для того, чтобы пройти третью демо-версию Потому что я и сам хотел, очень-очень хотел сам ее пройти Но так и не прошел Пришлось копить целый год на компьютер И потом уже кайфовать Ну, реально, вот это что за зеленые какие-то полосы? На стенах где-то голубенькие Может кто-то объяснит мне? Я, честно сказать, немножко не врубаюсь Так, пошли дальше Так, 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 так Я не помню вот это помещение, честно сказать Может кто-то напомнит Здесь, по-моему Ну, это не картежная какая-то Это что-то другое Здесь может Сидели, ну, понятное дело, что сидели, беседовали Только о чем беседовали, не могу сказать Не могу судить Ну, тут вентиляторы стоят Но видим тоже помещение для времяпровождения Но точно здесь не обедали, ничего такого не делали Может совещательная какая-то Для пассажиров первого класса Да Так, я так понимаю, мы попали в кормовую секцию Кормовая Лестница Так, немножко удобно сяду А то уже все съехал Так Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Скажите, пожалуйста, ребята Мы что, 4 года ждали? 5 лет Мы ждали для того, чтобы Была открыта всего лишь одна каюта Ну, вот это я не пойму, честно сказать Вот эти белые полосы Раз полоса, вторая, третья полоса На косяки двери Ну, честно, не пойму А, все понятно Это просто О, парикмахерская открыта Может, пойдем? В прошлой демке она была недоступна Можно было видеть внутри все, но Не могли зайти в помещение Мило на двоих В принципе Какие прямо Уникальные кресла, да? Я всегда считал, что вот эта вот штука Да, у дверей Она так портит окружающий интерьер Ну, честное слово Ну, как будто Какой-то цирк рядом Прошелся Оставил случайно Случайно Так, повесил и ушел, да? Так, ладно Поднимемся наверх Посмотрим Какие у нас тут Новинки есть Ну, здесь особо ничего не изменилось Кстати, я хочу вернуться еще На главную лестницу Первого класса На носу Потому что мы там еще не были Не поднимались Мы сразу просто Леваком пошли сюда Так На самом деле Сразу Если на этом этапе Вот Мы посмотрели, да? Вот сейчас я могу уже сделать Некое заключение Что реально Ну, ребята Что-то недоработали Реально Во-первых, фоновой музыки нет Ну, что Это огромный минус Где-то пролетают текстуры Где-то есть баги Мне кажется Это Их еще больше будет В дальнейшем прохождении Может это связано Еще с мощностью компьютера Я точно не могу Судить Но Я в настройках Сделал все, что смог По крайней мере То, что было в доступе Потому что Есть некоторые настройки Которые нельзя там менять Я так понял Но Что в доступе То в доступе Так Ну, это у нас По-моему По-моему, где-то Было уже подобное Но потом Все прогрузилось Очень быстро Да, в каюте Штраусов было Ну, баги Вылазят везде Прямо везде Это катастрофа Ну, когда я тебе Здесь похожу Потом вернусь обратно Может исчезнет Нет, еще хуже Стал Дайте-ка вернусь сюда Нереально Ребята Туда страшно заходить Я понимаю Что Ресторан А-ля карт Он довольно Детализированно Сделан Но Чтобы прогрузиться Ему надо больше времени Я так полагаю И, соответственно Выдает вот такой вот Баг Не знаю Честно Давайте менюшку Лучше почитаем Я туда сходить не хочу И туда точно Лезть не надо О, кстати По крайней мере Можно посмотреть Лайнер В неком разрезе То есть Как вы видите Лестницы Они проходили Через весь лайнер Да Ну, по крайней мере Лестница Что на носу Что на корме Такое прямо Зрелище Конечно Не описываю Мне кажется Вы уже видели Где все эти картинки В этих всех журналах Под Титанику И Джеймса Кэмерон Где вот лестница Показана Так скажем В разрезе По-моему Кена Машала Да Вот в книжке Лестница В полном разрезе Он не один раз Ее вырисовывал Я так понимаю Наверху У нас будет Курительно О, там и трубы Можно увидеть Господи Так я Титаник Ни разу не видел Да и никто Не видел Я думаю Но по крайней мере Вот Вот смотрите Да Можно судить Насколько Разработка Данной модели Так скажем Задничное дело Извините за выражение Поскольку Ну Действительно Столько деталей Столько всего Багов Не быть Не может Просто Обязательно Какая-нибудь Да и фигня Да вылезет Так Давайте-ка Тихонько Проходить Вперед Потихоньку Понемногу Так Я так понимаю Это А это Получается Полезен У нас Так Туда Мы уже Что-то Пройти Не можем Ну Короче Весело Очень веселая Демка Честно Скажу Ребят Такого Кайфового Прохождения У меня Давно Не было 5-6 лет Ждать Для того Чтобы Проходить Вот по таким Текстурам Какие-то Это какой-то Титаник Столько Сюрреализма Да Это Жесть Знаете Вот эти Игры Там Вот По-моему Называется Как Сейчас скажу Кома Да Или Скажем Как его там Ну короче Вот эти все игры Да Компьютерные Где вот Ты попадаешь В некий Мир Сюрреализма Кстати говоря Еще Чернобылит Недавно Играл Игру На компьютере Там тоже Вот эти моменты Есть Типа Какой-то Альтернативной Реальности Мы какой-то Альтернативной Реальности Находимся С вами Ребят Нам надо Отсюда выходить Куда-нибудь Провалимся И все Идем И прохождению Хана Да Так А это кто там Святой Дух Стоит какой-то Прям светящийся Честно скажу Ребята Извините Пожалуйста Мне конечно Стыдно Что у нас Вот такое Вот прохождение Получается Но Что предоставляет Демка То мы и Используем Согласитесь Так Я прямо Я прямо Слышу Как мы Прямо Видеокарта Системный блок Прямо Гудит Ох ты Смотрите Прямо Пар Идет От обогревателя Вот хоть Какая-то Новая деталь Ко всему прочему Так У нас Курительный салон Открыт Давайте Зайдем Посмотрим Что тут У нас Надеюсь Я здесь Никуда Не провалюсь Да 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 Детализация Конечно Есть Своего рода Тут тоже Тепло Исходит От каминчика Такая Знаменитая Картина Картина Примутский Залив Да Как мы помним В фильме Джеймса Кэмерона Именно Непосредственно Здесь У камина Строитель Титаника И директор Компании Харлен Пенгульф Томас Ой Извините Да Томас Эндрюс Да Все верно Томас Эндрюс Так скажем Ожидал Своего Так скажем Конца Между прочим Это как раз И есть Та самая зона Где корабль Раскололся Надвое Примерно Эта зона Так Что тут у нас Ох Ух ты Как здорово Хочешь что-то Новенькое Да Согласитесь Так Что тут у нас Это у нас Зимний сад Я так понимаю Могу ошибаться Зимний сад Так Ух ты Наконец-то Мы на палубе Мы здесь Нигде Не провалимся Ребят Как считаете Ребята Без музыки Какая-то Фигня Честно Получается Ну музыку Хотя бы Такую Душевную Как в начале Да Вот Включили Да И вот эту музыку Можно было бы Хотя бы оставить Хотя мне кажется За 5 лет Можно было бы Такой альбом Сочинять Что мама не горюй Будучи музыкантом Я уже за 5 лет Столько песен записал Что Хоть Выпускайся В лейблах Где-нибудь А тут даже Удосужились Прикрыть Участки Вот этих Палуб Ну господи Ну зачем Вы на британике Все сделали открытыми Все палубы Сделали открытыми Здесь Оставили закрытыми Ну где справедливость Неужели это то Что мы заслужили За 6 лет ожидания Скажите пожалуйста Точно так же Я могу на британике Пройтись Да В демо версии британика Да И Хотя там уже полна ценная Можно сказать игра Можно пройтись И гораздо больше удовольствия Получаешь Нежели Здесь И там Между прочим Сразу скажу Что В демо версии британика Мне очень Очень сильно Понравилась Непосредственно Музыка Конечно Сопровождающая музыка Особенно там Где используется Армянский народный инструмент Дудук Понятное дело Почему используется Потому что Британик В основном Плыл Посредиземноморью Да Так же и называется По моему Охранник Средиземья По моему Лозук Игры называется И то что Этот инструмент Используется в этой музыке Меня крайне поразило Музыка конечно Очень душевная Я британик Буду проходить И проходить еще не раз Чисто из-за этого И музыка Где ты ходишь По палубе Тоже такая Прямо За душу берет Честно Так что Ребятам Конечно Хотя бы За это Спасибо Так 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 Пойдемте Хотя бы Сюда Что ли Ну я думаю В каютах Там ничего не изменилось Оп Ой Я не полезу По моему Не успевает Прогружаться Игра Не успевает По моему Видеокарта Моя дает Заднюю Ой Ой Ребята Извините Пожалуйста Мои искренние Извинения Что вот так Все происходит Мне кажется Придется попросить Моего программиста Поставить Еще одну Видеокарту Мне Потому что Вот это По моему Уже не тянет Так 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 Здесь мы пройдем По моему Да Что то есть Ох Наконец то Это одно из моих Наилюбимейших Помещений на Титанике Почему Потому что Как нам известно По Фильму Джеймса Кемерона Это помещение В основном Было воссоздано Как маркет Оно не выстраивалось В натуральную ветчину Как многие помещения На Титанике Да Ну то есть Для фильма Для съемок фильма Это Получается Гостиная Первого класса Да Здесь тоже Попивали чаек Сидели Обсуждали Многие вещи Кстати говоря Что касается люстр Ой Еле-еле двигаемся Кажется Все таки Моя видеокарта Дает заднюю Да У меня Практически Дома Висит Вот такая же люстра Почти такая же Куда бы я не переехал Я всегда Эту люстру Беру с собой Чеканут Окончательно Да Так Красивый каминчик А там Богиня охоты Я так понимаю Да Богиня охоты Имя конечно Не помню Да Хотя Греческую историю Я так-то Немало знаю Я так-то Я являюсь Довольно Неслабым специалистом По Троянской войне В частности О городе Троя Я могу Рассказывать Очень долго Потому что С 2004 года Изучал археологию Этого города Точно так же Как и по Титанику И между прочим Между историей Трои И историей Титаника Очень много Смежных моментов Есть Город считали Неприступным Корабль считали Непотопляемым В итоге Гердык пришел К тому и другому Да Так О Кстати говоря Мы пришли И даже Этот Не дал намеку На то Куда мы пришли Получается Раньше Эта зона Была недоступна Это получается Самое знаменитое Место на корабле Получается Ведущая лестница На палубу А И это знаменитые Часы Со своей Уникальной Резбой Ну в частности Именно Благодаря Вот этим Двум Адамам Игра И называется Честь и слава Честь и слава Венчающее время Между прочим Я очень Старался На ebay Найти Хотя бы Миниатюрную Версию Вот этих часов Копался Копался Так ничего И не нашел Если кто-то знает Где можно заказать Пожалуйста Ребята Скажите Так Пойдемте-ка сюда Посмотрим Что у нас Ох какая Вот единственная Картина Которая Не замазанная То есть В текстурах Не смазанная Вот что-то Хорошее Так Здесь у нас что Вся та же История Закрытые двери Не проименованные Не пронумерованные Ох ты Тут мы сейчас Попадем на палубу Ура Наконец-то Мы видим Палубу Она прям такая Блестящая Ребята Что-то я не вижу Вот этих Линии По Непосредственно Реек Ну досок Точнее говоря Все смазано Крайне По-моему Ребята Мне надо менять Видеокарту Клянусь Надо менять ее Сюда мы пройдем Наверное Если кто-то знает В чем причина Смазывания Всех текстур По крайней мере Размазки Вот этой Дайте знать В чем может быть причина Реально Или операционка Хромает Или все-таки Это Все упирается Непосредственно В видеокарту О А это Открывается Нет Не открывается О Спортзальчик Наш Эта дверь Почему-то Не открывается Она ведет На палубу Так Так Тренажер Для требли Тут Лошадки У нас Вон Там Ну это Понятное дело Карта Мира В тот период Времени Российская Империя Османская Империя По крайней мере Это то Что я четко Могу отсюда Выделить Так Ну это Понятное дело Корабль В разрезе Со своими Фишками Честно сказать Давно же В спортзал Не ходил Но в такое Я бы с удовольствием Ходил Жирки Надо растрясти Кстати говоря Сразу Совет На будущее Никогда Не ешьте Вдоволь Сохраняйте Баланс В пище Всегда Кушаем Понемногу Хотя 5-6 раз В день Кушать Понемножку Это Очень даже Полезно Ну так Ну здесь Мы с вами Уже Наверное Побывали Тут О Ой-ой-ой Ага Все Попали Хоть бы музыка Была С музыкой Веселее Согласитесь Я так и не понял Почему мы не могли Попасть с вами В Спортленд Руд Оттуда могли бы Спокойно Попасть В отдел двигателей Ой В котельник Извините Пожалуйста Ну это Единственное Ради чего Это помещение Было открыто Для того Чтобы глянуть На нос Но Какого-то кайфа Я буду сказать Не испытал Ох Максим Будь осторожен Когда Проходишь Данную демку Смотри Не провалить Где-нибудь Картинка Дергается Периодически Ох Ох Так Вообще Можно здесь Покататься По лифту Я помню Была какая-то Зона С открытым Лифтом Да В предыдущей демке Можно было Сидеть и прокатиться Здесь Видимо Этого Нету Так Где мы Еще не бывали Мы можем Выйти на палубу Здесь Не можем Выйти на палубу Я так понимаю Да Так Мы там уже Наверное Были Да Там и были Уже Возвращаемся Обратно Попробуем Попасть Все-таки Скотт Линдрун Может Получится Ух ты Если я не ошибаюсь Так Хотя Могу и ошибаться Это Это Разве Не одна Из частных Прогулочных Палуб Возможно Могу ошибаться Почему-то Помещение Пустое Ни одного Намека На то Что здесь Могло бы быть Ну тоже Вот скажите Пожалуйста За 4 Года Могли бы Сделать Какую-то Механику Для того Чтобы Можно было Сесть в лифт Спуститься вниз И подняться наверх Почему этого не сделали Не пойму Ну вот Пожалуйста Еще один Пак Тут баги 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 На каждом шагу Честно сказать Ребята Я немножко В недоумении Я конечно Понимаю Что ребята За столько лет Уже себе Так скажем Технику Покупали Там Усилить Свои Системные блоки Компьютеры И поэтому Они могли Это все Сделать Как можно Точно Как можно Круче Но Тем не менее Я бы не сказал Что какие-то Существенные изменения Произошли С тех пор Чтобы Игра Вот Прямо Сказать Так Тормозила Так Мы здесь Уже Были Ох 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 Какой-то Честно Скажу Скажу вам Скучное Прохождение Получилось У нас Я ожидал Конечно Немножко Большего Так Я хотел Еще раз Скотт Попробовать Пройти Может Получится Лестница Конечно Изящная Полы Получились Тоже Изящные С этим Никто Не спорит Ребята За предыдущую Демку Очень сильно Постарались Понимаете Насколько Огромный Корабль Был Вообще Идешь Идешь Конца Крайни Спускаешься 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 Ну Вот Не открывается Не отпирается Дверь Как попасть К двигателям Непонятно Может Удастся Попасть Именно В локации Ночь Бог его знает Может Получится Но это Уже В следующий раз Дорогие Ребята Ладненько Спасибо вам За то Что Побывали С нами На этом Прохождении Попробуем Хотя бы Хоть как-то Ликвидировать Те недостатки Те нюансы Которые Вылезли У нас В данном Прохождении Возможно Это какие-то Косяки Системы Возможно Это косяки Настройки Возможно Мой компьютер Не настолько Мощный Насколько Об этого Хотелось Попробуем Ликвидировать И надеюсь При следующее Прохождение В частности Уже будем Проходить Ночь Будет Гораздо Более Интересным Гораздо Более Стабильным Без багов Хотя Баги По-моему Они никуда Не денутся Но тем не менее Будем делать Прохождение Смотреть Что там Есть Может Какие-то Будут Помещения Открыты Там Которые Здесь Недоступны В частности На шотландскую Дорогу Нам Не удалось Здесь попасть Что конечно Очень-очень Печалит Ну ладно Всем спасибо До следующей Встречи